Спасибо, Зарина. 42 миллиарда тенге – это немало. А ведь Министерству здравоохранения на борьбу и профилактику ковид уже выделяли 114 миллиардов 826 миллионов тенге. Глава ведомства Алексей Сой объяснял, что средства ушли на закуп средств индивидуальной защиты, лекарства, лабораторного медицинского оборудования, зарплату врачам. Насколько эффективно потратили эти деньги, теперь выясняет агентство по противодействию коррупции. Уже заведены уголовные дела в отношении целого ряда медицинских учреждений, местных исполнительных органов. Если правительство в этот раз поддержит главу Минздрава и выделит очень нужные для спасения жизни средства, как сделать так, чтобы они не осели в карманах некоторых чиновников? Поговорим об этом с экономистом, директором Центра прикладных исследований Рахимом Ашакбаевым. Добрый вечер. Добрый вечер, Наталья. Добрый вечер. Рахим Сахенович, скажите, какие шаги надо предпринять, чтобы деньги расходовались по назначению? Ну, рецепты достаточно понятные, очевидные, но они нами постоянно игнорируются. Это радикальная транспарентность в расходах, радикальная транспарентность в закупках и подотчетность. К сожалению, вот наш исторический опыт, особенно по линии Министерства здравоохранения, говорит как раз наоборот, что мы все время эти ключевые принципы, принятые во многих развитых странах, нарушаем. Вот для примера, в Минздраве очень долго реализовывался проект по передаче технологий проведения институциональной реформы в секторе здравоохранения, который должен был подготовить страну к реформе ОСМС. На него потратили свыше 46 миллиардов тенге. И, соответственно, сейчас в момент кризиса мы видим, что, к сожалению, плодов этой реформы нет. Вот контролирующие органы, как мы заметили, реагируют только после того, как проблему выносят на суд общественности. Так случилось и с должностными лицами ВСК Фармацея. Может быть, нужно создать какой-то народный контроль из числа активистов? Я думаю, что это хорошая идея. И в том числе по линии антикоррупционного ведомства у нас есть специальные мониторинговые группы, так называемые СМГ. Нам необходимо повысить транспарентность вот самих процедур закупок, для того, чтобы не только какие-то выдвиженцы из числа народного контроля активистов, но также и широкая общественность, прессы, журналисты проводили журналистские расследования и выясняли. Вот, допустим, на сайте того же ВСК Фармацея, если вы посмотрите закупки с начала года, я думаю, что там будет очень много интересного, когда закупаются определенные оборудования, либо препараты, возможно, по цене выше, нежели чем это можно было бы купить в тот момент на рынке. А как вы считаете, нужно ли ужесточать ответственность для коррупционеров в период пандемии? Ведь каждый украденный тенге – это чей-то шанс на выздоровление. Ужесточать ответственность за коррупционные правонарушения нужно в целом, не только в период пандемии, потому что, ну, понятно, что сейчас особенно мы сильно страдаем от этого явления, видимо, то есть мы недополучаем вовремя лекарств, люди болеют, люди могут умирать из-за этого, но, тем не менее, вред, который наносит коррупция, и помимо вот этих экстренных ситуаций, он очень колоссальный, очень большой. К сожалению, в Казахстане произошла определенная серьезная либерализация наказаний, то есть у нас сейчас можно, соответственно, что говорится, народе откупиться, то есть заплатить штраф и, соответственно, не понести наказание, поэтому мы видим очень много таких, знаете, резонансных, вопиющих случаев, когда люди обвиняются в хищениях или коррупции на миллиарды тенге, соответственно, им назначают, они с легкостью какую-то часть этих миллиардов возвращают, выходят и спокойно продолжают там свою жизнь. Спасибо. С нами на связи был экономист Рахим Пошакбаев. Всего доброго.